В этом видео вас ждет и моя новая любовь, и разочарование, и разные странности. В общем, усаживайтесь поудобнее. Всем привет! А если серьезно, мы с вами сегодня будем тестировать бюджетные новинки. Здесь у меня и Revolution, и L'Oreal, и Bourjois, Rimmel. В общем-то, есть, что нам сегодня с вами обсудить. Все это сейчас у меня, конечно же, на лице. И, кстати, не только на лице, но еще и на теле. Поэтому давайте сразу же переходить к макияжу, и я вам все покажу в нанесении. И начать это видео я хочу с палетки, которая просто пленила мое сердце в последнее время. Мне в ней нравится все. Начиная от упаковки и заканчивая качеством теней, и вообще растяжкой теней. И я сейчас говорю о палетке от Revolution, которая называется Forever Flawless. Мне все нравится в этой палетке. И на самом деле, в последние полгода я перепробовала довольно много разных палеток теней. И вот не было, по-моему, ни одной такой, которая бы мне прям откровенно не понравилась. Нет, вру, была палетка LaMade. Вы ни разу не удивитесь, когда увидите эту растяжку оттенков. Я чаще всего выбираю именно такие палетки. Единственное, что для меня не совсем типично, это то, что мне понравилась палетка, в которой достаточно много розовых теней. Я, в принципе, розовые и голубые тени больше всего ненавижу. И обычно, когда палетки вот как раз-таки в этой теме, то они меня вообще абсолютно никак не привлекают. Но вот это стало очень приятным исключением. Такая палетка идеально подойдет для тех, кто любит как нейтральный макияж, я имею в виду такую песочно-золотистую гамму, так и те, кто любят розовый макияж или в стиле, знаете, пыльная роза, вот что-то такое. Качество здесь действительно изумительное. И как я вообще понимаю, что палетка мне запала вот прям конкретно в душу, это когда каждый раз, когда я делаю макияж, мне нравится, во-первых, сам процесс, потому что легко. Вот просто легко растушевать, легко соединить оттенки. И, во-вторых, мне каждый раз нравится конечный результат. Матовые оттенки здесь просто безумно приятные. Они очень пигментированные, легко тушуются. То есть, вот действительно, абсолютно не нужно прилагать никаких усилий. И при этом получаются уже такие очень красивые дымки. Ну, а про металлики Revolution, я думаю, даже не стоит говорить, потому что они всегда очень кремовые, очень насыщенные, очень красивые. И, в принципе, если их наносить вот так вот в сухую, то они будут, возможно, даже более как сатиново смотреться на глазах. Но если намочить кисть, то это прям будет такой конкретный металлик. В общем-то, не хочу больше ничего о ней говорить. Давайте вы просто сами посмотрите, как она себя ведет в макияже. Первым оттенком я сегодня возьму вот этот светло-коричневый, который называется Sahara. Следом я возьму оттенок Sienna. Теперь я возьму оттенок, который называется Grandue. И последний оттенок в тушевке, который я буду использовать для затемнения внешнего уголка, это будет вот этот. И, кстати, я хотела упомянуть, что единственный недостаток этой палетки заключается в том, что, в принципе, вот это является самым темным оттенком. Но мне бы хотелось увидеть что-то еще более темное. Знаете, такой темно-темно-коричневый какой-то нейтральный оттенок. Не рыжий и не супер-холодный. И, в принципе, можно было бы и холодный, но главное, чтобы не супер-рыжий, но очень-очень темный. Здесь есть два похожих вот этих вот оттенка. Мне кажется, один из них можно было легко выбросить и добавить вот какой-то насыщенный коричневый. Тогда бы эта палетка просто была бы для меня идеальной. Здесь черного тоже нет. Поэтому самое темное, на что вы можете рассчитывать, это вот этот оттенок. Сейчас я покажу, как он выглядит на глазах. Вот видите, он, конечно, затемняет немножко, но в то же время мне бы хотелось на данный момент уже немножко больше контраст создать. И сейчас, кстати, вот в такой вот гамме полностью матовый макияж – это какой-то пик популярности. Просто абсолютно все дивы, все звезды, весь Голливуд так ходит сейчас. Но я металлики буду использовать, и на подвижное веко я буду наносить вот этот оттенок, который называется Glimmer. И между вот этим металликом и моей матовой растушевкой во внешнем уголке глаза я нанесу вот этот вот оттенок, который называется Luxe. Внутренний уголок глаза добавить вот этот потрясающий металлик, который называется Glimmer. Ну и теперь мне нужно немножко вернуть затемнение во внешний уголок глаза, и поэтому я буду использовать снова вот этот самый темный матовый оттенок. Последнее, что я сделала на верхнем веке – это нарисовала малюсенькую стрелочку с помощью карандаша от Maybelline Tattoo Liner. Это коричневый цвет. Я также нанесла уже консилер под глаза, и все, что мне осталось делать – это закончить нижнее веко, и сюда я буду наносить оттенок Luxe. Ну вот, собственно, то, о чем я и говорила. Каждый раз, когда я беру сделать макияж с помощью этой палетки, мне нравится получившийся результат. Независимо от того, какие оттенки я комбинирую, что я придумываю, и мы готовы двигаться дальше. Тон я уже нанесла, теперь очередь за хайлайтером. И, честно говоря, я не совсем уверена, что он подходит под мой сегодняшний макияж. Вернее, я абсолютно уверена, что он не подойдет, потому что это очень нестандартный хайлайтер от Revolution. Называется он Mermaid's Glow. Это жидкий хайлайтер по типу моего любимого L'Oreal. Вот, кстати, L'Oreal бы сюда подошел просто муа. Он может сейчас показаться вам таким белесеньким, но нет. Недаром он называется Сияние русалки, потому что это такой голубовато-серебристый хайлайтер. Очень странный оттенок, но в то же время настолько уникальный, что я обожаю, например, вот в коллекцию добавлять вот какие-то такие странные оттенки хайлайтера. Потому что иногда вот прям вот это просится под макияж, нанесу это на скулу, может быть, потом сверху перекрою чем-то более золотистым. Кстати, я хочу вас предупредить, этот хайлайтер очень не любит, когда его растушевывают спонжем. Он тогда какими-то кусками вообще растушевывается, а вот под пальцами отлично тает, не создавая каких-то пятен. Вот просто абсолютно. Но в то же время, если спонжем начать тушевать, то будет просто печалька. Я взяла новый бронзер от L'Oreal, который называется Bronze Please. И когда, кстати, я заказывала это на Натина, то мне попался только вот этот вот бронзер, там не было выбора оттенков. Но когда он ко мне пришел, я увидела, что это оттенок номер 3, и, честно говоря, обалдела, потому что я сразу впала в панику и подумала, что это для меня будет слишком темно. Но, в принципе, я после того, как первый раз попробовала, так слегка выдохнула, потому что поняла, что это нормально на мне смотрится. И знаете, почему его легко наносить? Потому что этот бронзер абсолютно не пыльный. То есть, когда начинаешь набирать его на кисть, он отлично на кисть набирается. То есть, вы видите, что этот оттенок передается, но при этом абсолютно нет никакой пыли. Соответственно, вы можете очень тонкими слоями просто наслаивать до той интенсивности, которая вам нужна. Что я, собственно, и начала делать, когда я только впервые попробовала этот бронзер. Я решила так по чуть-чуть, по чуть-чуть, не спеша добавлять оттенок. Этот бронзер, извините за тавтологию, бронзовый. Вот он действительно такой вот рыжеватый, солнечный. Если вам такие оттенки обычно нравятся, то этот бронзер не будет исключением. Он, скорее всего, вам понравится. Что касается его качества, то у меня, в принципе, здесь претензий никаких нет. Мне нравится, что он абсолютно не пыльный, его можно наслаивать. Ну, а оттенок это уже дело предпочтения. Тут смотрите сами, насколько вам нравится или не нравится. Этот бронзер, кстати, позиционируется и как бронзер для тела тоже. Поэтому и на теле тоже его попробую. Кстати, на теле он вообще восхитительно выглядит. Очень таким вот бронзовым сразу делает его. К недостаткам этого бронзера я могу отнести единственную вещь. Это то, что он достаточно сильно парфюмирован. Этот парфюм ощущается очень сильно, прям когда подносишь к носу сам бронзер. И, в принципе, в процессе нанесения ты тоже ощущаешь этот довольно навязчивый, такой химический парфюмерный какой-то аромат. Тем более, ладно, я бы еще поняла, если бы это что-то было тропическое, потому что это бронзер, типа загар и так далее. Но он какой-то просто очень яркий, цветочный. Мы с вами почти у цели. Осталось закончить брови и губы. И в бровях у меня уже есть карандаш для бровей. Я сейчас хочу дополнить это новым гелем. Я решила попробовать новый гель от Rimmel, который называется Wonderful Brow. Я себе взяла оттенок 003 Dark. Сразу скажу, что этот гель мне не очень понравился, потому что, как часто это бывает, очень большую роль в такого рода продуктах играет как раз-таки щеточка. Здесь проблема конкретно этого геля, мне кажется, в ограничителе, потому что он не слишком хорошо очищает эту кисть, вернее, ее практически не очищает. Кисточка прям вся загажена этим гелем, причем в нем еще есть ворс, поэтому если у вас не слишком пушистые брови и где-то вы чуть-чуть не счистите хорошо эту кисть, то вы переборщите. Да даже, в принципе, если у вас достаточно пушистые брови, все равно я сейчас вот прям вот чуть ли не, знаете, как еле-еле пытаюсь их касаться, потому что я боюсь реально поставить пятно. И я вам недавно уже показывала потрясающий просто гель для бровей от Catrice, который называется Brow Colorist. Вот здесь щеточка просто идеальная, причем мне очень приятно было увидеть подтверждающие ваши комментарии по поводу этой щеточки. Те, кто попробовал, уже сказали, что действительно это самая лучшая щетка, которую можно себе только представить. Поэтому если в Catrice вы найдете оттенок, который вам подойдет, вот 100% лучше берите Catrice. Но однозначный плюс Rimmel за то, что оттенок Dark действительно темный и холодный. Он абсолютно не рыжит, а именно делает такую бровь более насыщенной. То есть для брюнеток прям идеально. И последнее, что мне осталось, это только нанести что-то на губы. И здесь у меня есть новинка от Bourjois. Это помада в карандаше, которая называется Velvet Depencil. Я себе по традиции, конечно же, взяла нюдовый оттенок. Это 03 Nudiful. Как видите, это какая-то мода в последнее время на такого рода помады. Вот в карандашах, вот в форме карандаша начали многие выпускать помады. Я вам недавно опять-таки показывала Maybelline Superstay. Кстати, я здесь сделала одно открытие, которое прям еще добавило баллов этой помаде. Больше всего меня в таких помадах напрягает то, что вот этот кончик быстро оттупится. Вот если бы он всегда был острым, это был бы вот просто супер бонус. Но здесь внизу, оказывается, есть точилка. Пффф, реально это прям конкретно баллов добавляет, потому что каждый раз, когда тупится у вас эта помада, вы так вот слегка чик-чик-чик делаете. Опять она становится острой, и вам не нужно заморачиваться отдельно с карандашами. То есть это и карандаш, и помада два в одном. Что касается Bourjois, то тут чисто внешне есть сразу два минуса. Первое это то, что никаких точилок нет. А во-вторых, этот карандаш нужно точить. То есть это не механический карандаш, который прокручивается, и вам с ним не нужно таким образом заморачиваться. То есть как только ступится, нужно доставать точилку большую и затачивать этот карандаш. Что же касается формулы этой помады, то мне кажется, Bourjois не могли более идеально назвать ее. Потому что это действительно вельвет. Такое ощущение, что наносишь что-то очень пудровое на губы, при этом она абсолютно никак не меняет свою текстуру. То есть когда наносишь Maybelline, она более кремово наносится, но при этом потом смотришь, так смыкаешь губы, и она становится немножко более пудровой, немножко приближенной к такой матовой формуле. Здесь же сразу как будто ты что-то пудровое такое наносишь. В принципе, что касается стойкости опять, здесь не стоит ожидать, что это будет как жидкая матовая помада. Она тоже слегка отпечатывается, но я бы не сказала, что прям сильно. Очень комфортно ее на губах носить. Она выглядит именно матовой помадой, но при этом ее гораздо более комфортно носить, нежели жидкую матовую помаду. И, кстати, Анна Тина хотела вам дать еще подсказку. У них сейчас с 8 по 14 на сайте проходит черная пятница и скидка 20% на очень многие бренды. Поэтому я вам советую не зевать, у них редко бывают такие крутые скидки. Это не спонсорское упоминание, не на коммерческой основе я вам сейчас это говорю. Мне просто на e-mail от менеджера Анна Тина пришло уведомление, что будет такая акция. Ну, мне кажется, грех с вами не поделиться. А я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх. Если вы впервые на моем канале еще не подписаны, то это легко исправить, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть другие мои видео. Если вы их не смотрели, обязательно посмотрите. А если вы их уже смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.